Любая клетка – живое создание природы. Она не только поглощает полезные вещества, но и выделяет отходы, которые попадают в кровь. Значит, кровь надо постоянно очищать. Роль фильтров в организме человека выполняют почки. О них сегодня речь и пойдет. Знакомьтесь с первым героем нашей передачи. Этот малыш скоро появится на свет, ведь в организме матери он провел почти 9 месяцев, и все это время его органы и системы активно росли и развивались. Почки начали формироваться с третьей недели внутриутробной жизни и прошли три этапа развития. Процесс весьма сложный. Давайте посмотрим, как это происходило. Почки в своем развитии проходят три стадии. Причем это не один орган, который проходит разные стадии, а три органа разных. Начинается все с того, что сперва формируется так называемая пропочка. Эта пропочка существует всего несколько недель в ходе первой половины беременности. Она закладывается вообще в головном конце зародыша, ближе к голове. И выглядит как система трубочек, мелких таких. Выделительной функции пока еще нет у этого органа. Причем это система трубочек, эти трубочки располагаются друг под другом. И пока образуются нижние, верхние уже редуцируются, то есть исчезают. Закладываются сразу же две почки, и обе почки начинают работать одновременно и симметрично. С конца третьей недели начинается вторая стадия, то есть совершенно другой орган уже, который называется первичная почка. Тоже система трубочек, но которые уже взаимодействуют с кровеносными сосудами. И один конец этих трубочек открывается в общий проток, который спускается сверху вниз. И опять же, эти трубочки друг под другом, и по мере образования нижних, верхние исчезают. Общий проток, а эта почка уже выполняет свою выделительную функцию, то есть выделяет мочу. Ну, даже не мочу, а что-то похожее на это вещество. И вот этот общий проток открывается в так называемую, ну, может быть, слышали такое слово, клоака. Это у зародыша такая общая полость, куда открываются и мочевые пути, и половые пути, и кишка. И, наконец, ко второй половине беременности формируется вторичная почка, которая в дальнейшем и развивается в почку взрослого человека. Соответственно, с 4,5-5 месяцев беременности почка у еще не родившегося плода уже работает. Эта почка начинает формироваться в тазовом конце, то есть вот в тазовой области. Потом постепенно поднимается вверх по мере развития. Здесь есть уже все структуры, которые присущи органу, который будет после рождения. То есть икорковое мозговое вещество, и полостная система формируется, взаимодействие с кровеносными сосудами полное. Во внутриутробном периоде задача почек примерно такая же, как и во взрослой жизни. Функция почек ведь заключается в выведении как жидкости, так и токсических веществ. Веществ, в первую очередь, растворенных в воде. Уже у еще не родившегося плода организм начинает вырабатывать большое количество токсинов, выведение которых и требуется. Они выводятся почками через мочевыводящие пути в околоплодную жидкость, из которой затем почки матери выводят естественным путем как жидкость, так и растворенные в ней токсины из организма человека. В 36-й неделе развития завершается нефрогенез. К этому сроку в каждой почке около миллиона нефронов. Сейчас у этого малыша почки уже работают и выводят ненужные его организму вещества в плаценту матери. Природой все предусмотрено и продумано. Итак, у нас к рождению сформирован орган, который находится еще внизу. Но после рождения он немножко поднимается, а потом опять немножко опускается. Они выглядят вот таким образом снаружи, как будто бугристые. Называется дольчатые. Если мы присмотримся к разрезу взрослой почки, то там тоже дольки видно. Но снаружи этого уже незаметно. А вот и следующий герой. Он появился на свет несколько дней назад. И его почки уже активно работают, выводят из организма лишние вещества. Сейчас этот орган очень быстро растет и продолжает развиваться. Ведь нужно научиться выполнять свои функции без помощи мамы. Первый год жизни – один из самых важных периодов. Когда ребенок еще находится в утробе матери, то выделение мочи, выделительная функция почек, она не очень актуальна для плода именно. Потому что этой функцией в основном занимается еще плацента. То есть выводится через организм матери. И почки в это время занимаются больше сохранением постоянства состава крови. А когда он рождается, пуповина перерезается, с мамой связь прямая нарушается, и поэтому почки сразу на них возрастает нагрузка. Увеличивается кровоток сразу же через них. И они начинают активно работать уже по своей прямой, так сказать, специальности. В ходе формирования почки образуются из нескольких бугорков. Эти бугорки сливаются и лишь к двухлетнему возрасту сглаживаются полностью. Это просто еще продолжение развития идет. То есть окончательно почка выглядит как у взрослого после 7-10 лет где-то только. Именно внешне. Хотя функционально она все равно уже адекватна даже у новорожденного. То есть она адекватна тому возрасту, в котором находится ребенок. По своей структуре почки новорожденного напоминают почки взрослого человека. Отличаются они только тем, что почки взрослого человека имеют бобовидную форму, напоминают фасоль. И гладкую поверхность. Почки новорожденного бугристые. А в остальном по своей структуре они очень похожи на взрослые почки. Принципиально отличаются они, конечно же, размерами. Интересно, что длина почки пропорциональна не массе тела человека, не возрасту человека, а росту человека. Поскольку у новорожденного у почки нет жировой капсулы, и это где-то до 3 лет такая ситуация. Поэтому, естественно, переохлаждение для маленького ребенка, оно более опасно, скажем так. В течение этого времени увеличивается количество работающих клеток, и почки как бы полностью включаются в процесс очистки. У новорожденного есть нефроны, так называемые молодые, еще незрелые, которые потом с возрастом они созревают и начинают функционировать как у взрослого. Правда, жидкость они выводят из организма пока медленнее, чем почки взрослого человека. Но это и понятно. Система еще не совершенна. То есть есть опасность перепаивания, да, то есть очень много воды, это тоже нехорошо ребенку. Хотя и другая ситуация тоже плохо, когда мало дают воды, да, тогда, значит, нарушается состав крови, вообще состав плазмы крови, получается, нарушается. Кроме того, у новорожденного замедленное выведение натрия. А вы знаете, что натрий – это основной компонент вместе с хлором, да, это поваренные соли. Поэтому отсюда какой делаем вывод, что не стоит ребенку давать соленого, поскольку натрий будет задерживаться, и тогда будут отеки у ребенка наступать. Тоже надо учитывать это все. А вот и следующая героиня нашей передачи. Этой юной леди 20 лет. Ее почки своей формой напоминают огромный боб или суперфасолину. Каждой из них подходит почечная артерия, по которой кровь закачивается в почки. Обратно она выходит из вены. Протекая внутри почек, кровь фильтруется и очищается от ненужных веществ. Жидкость с этими отходами и есть моча. Почки достигают пика своего развития к взрослому возрасту от 18 до 20 лет. И затем на протяжении последующих 20 лет обеспечивают полноценное функционирование организма, обеспечивают безопасное и эффективное выведение как воды, так и токсических веществ. Почки располагаются в брюшной полости, лежат они на задней стенке живота. Если посмотреть со спины, то это будет как раз проекция поясничной области. Почки фиксированы за счет специальных связок и за счет жировой ткани, которая располагается вокруг почек. Они удерживают почки в таком подвешенном, если хотите, амортизирующем состоянии. Если бы почки были жестко фиксированы, наверное, им было бы гораздо труднее работать. А так они способны реагировать и амортизировать какие-то наши движения, наши удары, наши изменения положения тела. У взрослого человека почка имеет плотную капсулу и сверху еще обязательно жировая капсула, которая будет защищать почку от механических каких-то воздействий, в том числе от, например, переохлаждения. Просто жир вокруг почки. То есть он же ведь рыхлый, мягкий, ну какой-то упругий даже немножечко. Да, если вот, ну что-то, удары какие-то, допустим, ну не дай бог, да, у ребенка, то они смягчают. И плюс, опять же, переохлаждение. Вот у нас девочки любят ходить, да, такими с оголенными поясницами, что, в общем, сейчас уже и не модно, говорят. Но, тем не менее, это вообще опасно достаточно, потому что как раз вот эта вот область, где почка. Хотя уже, ну, к тому возрасту, к подростковому, там уже жировая капсула есть, но, тем не менее, все-таки не стоит, да, переохлаждать. Почки, их не случайно две. Их задача адекватно реагировать на изменения окружающей среды. Задача почек – отфильтровать огромное количество жидкости. В течение суток почки здорового человека фильтруют от 100 до 200 литров жидкости, которая называется первичной мочой. Проходящая жидкость через первичный фильтр затем частично реабсорбируется или обратно всасывается в других отделах почки. Таким образом, количество конечной мочи у нас с вами может варьировать от 300 мл до 10 литров в сутки, в зависимости от того, какое количество жидкости мы пьем и что мы употребляем в пищу. Именно необходимость такого широкого варьирования, такого широкого диапазона выведения жидкости обуславливает потребность в двух почках. У человека только две почки могут полностью скомпенсировать необходимую потребность. Самое основное в строении почки во внутреннем – это корковый слой и мозговой слой. Корковый слой располагается по периферии. Там располагается как раз так называемая структурная единица почки, которая, собственно, и вырабатывает мочу. То, что выделяет почка. И мозговой слой, который лежит внутри. А дальше, вот сюда, к самой серединке, там будет располагаться полостная так называемая система почки, куда в первую очередь собирается готовая моча. И дальше выводится по мочеточнику в мочевой пузырь. Моча по каплям образуется внутри почки, а затем стекает по тонкому каналу мочеточнику в специальную емкость – мочевой пузырь. Его стенки имеют складки, и поэтому могут немного растягиваться при наполнении. Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. У мужчин он длиннее, у женщин короче. У него есть особая кольцевая мышца. Когда мочевой пузырь как следует наполняется, стенки посылают в голову сигналы, и мышца расслабляется. Значит, функции почки – это самое главное, конечно, выведение веществ, которые получаются в результате обмена веществ. Эти вещества водорастворимые, естественно, должны быть, и тем самым почки поддерживают постоянство внутренней среды организма. Это называется гомеостаз. Почки, наряду с выделением токсических веществ и жидкости, вырабатывают целый ряд веществ, которые высвобождаются в кровоток человека и обеспечивают целый ряд дополнительных функций. Например, почки способны вырабатывать вещество, называемое ангиотензином. Ангиотензин – это вещество, которое обеспечивает повышение артериального давления. Эта функция не случайна. В организме она придумана для того, чтобы при какой-то острой кровопотере, при каком-то остром уменьшении объема жидкости в организме, резко поднять давление, для того, чтобы не прекратилось кровоснабжение головного мозга и сердца. Кроме того, почка является и эндокринным органом, то есть она вырабатывает некоторые гормоны, которые влияют на работу каких-то других органов. Еще одно важное вещество, которое вырабатывает почки, получило название эритропоэтин. Эритропоэтин – это вещество, которое стимулирует образование эритроцитов, красных кровяных телец в костном мозге. Недостаток эритропоэтина может приводить к развитию анемии. Именно поэтому анемия, малокровие – это типичное проявление хронического заболевания почек. Важно также помнить, что почки участвуют в метаболизме витамина D, того самого витамина D, дефицит которого может приводить к развитию рахита у детей или остеопороза у взрослых. Именно поэтому пациенты с заболеванием почек более предрасположены к развитию остеопороза, к развитию переломов, и часто вынуждены принимать препараты кальция и витамина D для того, чтобы скомпенсировать дефицит естественно вырабатывающегося гормона. Почки принимают участие во многих эндокринных процессах. Почка – это не просто фильтр для выведения жидкости. Почка – это орган, который участвует в поддержании постоянства внутренней среды. Это орган, который отвечает за то, чтобы мы были такими, какие мы есть. Когда человек ест свёклу, красящие вещества, которые придают ей бордовый цвет, попадают в кровь. Однако организму эти растительные кхки не нужны, поэтому они сначала попадают в кровь, а потом оказываются в моче. Через почку проходит вообще четверть всей выбрасываемой сердцем крови, то есть 25% где-то. И вся кровь, которая есть у нас, она проходит через почки через 5-10 минут. Вот все 5 литров у нас проходит. И в течение суток это получается где-то 1500 литров крови прогоняется через почки. Это орган, который наиболее обильно кровоснабжается. Ну и понятно, что очистка должна быть адекватной поступлению. Как вы знаете, в крови есть соли, поэтому она солёная на вкус. Если этого минерала в ней станет слишком много, почки выведут излишек вон. Однако при некоторых болезнях этого не происходит. Почки не справляются со своей работой. Тогда соли начинают в них накапливаться, образуются кристаллики. Их называют почечными камнями. Когда такие камешки проходят по мочеточникам, у человека порой возникает резкая боль – почечная колика. В составе мочи появляются вещества, концентрация которых должна быть минимальна. Например, ураты, которые в связи с кальцием могут образовывать уратные камни. Или оксалаты, которые опять-таки в связи с кальцием могут образовывать оксалатные камни. Как правило, это связано с тем, что человек потребляет неправильную пищу. Природа сделала нас не такими, какие мы есть. Еда, которую мы употребляем, она нездоровая. Пища, которую мы употребляем, она нездоровая. Наши почки работают с повышенной нагрузкой. Для того, чтобы предотвратить образование камней, нам нужно почки промывать жидкостью. Человек здоровый должен потреблять большое количество жидкости в течение суток. Это будет препятствовать образованию камней. Здоровый взрослый человек должен потреблять от 1,5 до 3 литров жидкости в сутки. В жарком климате, конечно же, больше, для того, чтобы компенсировать потери, связанные с плута отделением. Конечно же, большее количество жидкости должны потреблять и пациенты с повышенной температурой, поскольку они опять-таки с потом теряют существенно большее количество жидкости. Это нарушение обмена веществ вообще общее. Общее нарушение обмена веществ. То есть там образуется ядро такое, и вокруг него начинает патологическое откладывание солей вот этих вот всяких, которые есть в моче. Которые, в общем, выводиться должны просто не откладываться, а выводиться. Хотелось бы остановиться на воспалительных заболеваниях почек. В первую очередь на пилонефритах, которые обусловлены чаще всего бактериальной инфекцией. Очень многие наши пациенты считают, что в этой ситуации достаточно пойти в аптеку, купить любой антибиотик, отпринимать его 2-3 дня и считать себя здоровым человеком. Действительно, в течение 2-3 дней снизится температура, действительно в течение 2-3 дней исчезнут симптомы заболевания почек, но не произойдет полного излечения. Наоборот, те микроорганизмы, которые вызвали эту инфекцию, выработают резистентность к этому антибиотику, и в последующем лечение будет гораздо более трудным. Хотелось бы призвать вас всех при наличии подозрений на инфекцию мочевыводящих путей. Сделайте первый шаг. Придите к врачу, сдайте общий анализ мочи. При наличии в общем анализе мочи большого количества лейкоцитов или бактерий, необходимо выполнить посев мочи. Посев мочи позволяет идентифицировать возбудителя и определить те антибиотики, которым этот возбудитель будет чувствителен. В дальнейшем необходимо провести полноценный курс лечения соответствующим антибиотикам, а полноценный курс почти никогда не бывает короче 10-12 дней. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, самолечение антибиотиками – это очень опасная ситуация. Почки – это один из немногих органов, которые мы можем заместить почти полностью. Первые аппараты искусственной почки появились еще в 60-х годах XX века. Безусловно, сейчас лечение методами искусственной почки или то, как называют это врачи, методами диализа, достаточно широко распространено. Достаточно сказать, что в Российской Федерации таких пациентов около 15 тысяч, в городе Санкт-Петербурге около полутора тысяч пациентов постоянно получают лечение методами искусственной почки. Таких пациентов еще больше в зарубежных странах. Так, например, в Японии 2000 человек на миллион населения. То есть каждый 500-й ходящий по улице человек на самом деле получает лечение методом диализа. Вариантов диализной терапии существует принципиально две. Это гемодиализ, который требует подключения к аппарату каждые два дня на 4-5 часов для того, чтобы очистить кровь от избыточного накопления токсинов и жидкости. Или метод перитниального диализа, который подразумевает имплантацию или установку катетера трубочки в живот пациента, через который пациент самостоятельно дома от 3 до 5 раз в день производит обмен содержащейся там жидкости. С этой жидкостью будут выводиться растворенные токсины и избыток воды из организма. Безусловно, такие пациенты должны наряду с лечением, с замещением функций почек получать и достаточно серьезную лекарственную терапию, которая на сегодняшний день обеспечивается в полном объеме за счет средств государства. Такого рода лечение бесплатно на законодательном уровне в Российской Федерации, во всех регионах и во всех субъектах. Хотелось бы подчеркнуть, что поскольку почка является парным органом, то вполне возможна и трансплантация почки. Трансплантация почки от живого донора. В прошлом году в Санкт-Петербурге было выполнено около 100 операций пересадки одной из почек от родственника пациентам, которые страдают хронической болезнью почек. В качестве такого донора при жизни могут выступать родители, братья, сестры, иногда бабушки и дедушки. Пришло время знакомиться с последним героем нашей передачи. Ему за 40. Повернуть время вспять нельзя, но замедлить его течение вполне возможно. Поэтому лучше беречь почки с молоду и не есть много слишком соленой или слишком острой пищи. Безусловно, с возрастом наблюдается постепенное угасание функции почек. И функция почек у 75-летнего человека составляет чуть больше половины от функции почек взрослого здорового человека. Для адекватной работы почек, для нормальной работы почек и в пожилом возрасте, как всегда, мы рекомендуем, чтобы были мышцы в хорошем состоянии. Чтобы они были в хорошем состоянии, нужно заниматься посильной физкультурой. Не лежать, не смотреть телевизор целыми днями сериалы, гулять, по крайней мере, активно ходить, если там какие-то нарушения со стороны сердца, может быть, что-то там есть. Но все равно здоровая физическая нагрузка, она очень полезна. Дышать свежим воздухом, опять же, что всегда полезно. Да, поскольку ходите, укрепляются мышцы. Мышцы укрепляются, укрепляются и органы, которые находятся внутри тела. Для того, чтобы сберечь наши почки, мы должны потреблять минимальное количество соли. Количество соли, достаточное для полноценного функционирования здорового человека, составляет от 3 до 10 граммов в сутки. Могу сразу сказать, что четверть буханки обычного черного хлеба содержит суточную норму соли. Дополнительно подсаливать пищу абсолютно не нужно и неоправданно. Для того, чтобы сберечь наши почки, мы должны стараться избегать стрессовых нагрузок, таких, которые наблюдаются, например, при сахарном диабете. Для больных с сахарным диабетом контроль уровня сахара в крови – это важнейший фактор. Наши почки очень боятся артериальной гипертензии. А это значит, что артериальное давление должно быть нормальным. Нормальное артериальное давление – это ниже, чем 140,80 мм ртутного столба. А почка – это фильтр. Фильтр, который работает под действием артериального давления. Чем выше повышается артериальное давление, тем больше нагрузка на мембрану фильтра. И тем больше эта мембрана изнашивается. Здоровое питание, опять же, всё равно. Потому что, что всосётся в кровь, то и должно выделиться. Да, если это яды, они могут как-то повреждать и рабочие элементы почки. Могут повреждать каким-то образом. Ну, тут же алкоголь, опять же, усиленная работа. Ну, и переохлаждение здесь, конечно. И, в общем, для почки, конечно, для неё важен отдых, я бы сказала, именно в горизонтальном положении. Потому что, когда человек в горизонтальном положении, кровь лучше туда поступает. Ну, вот если вот там не видно, вот здесь вот видно. Вот артерия почечная, да, она сразу… Вот аорта у нас, да, самый крупный наш сосуд, и от неё сразу же артерия почечная. То есть, вы понимаете, если лежит человек, то вот очень хорошо туда будет проходить кровь. То есть, им легче в какой-то степени. А строить немножко не так. Там всё-таки сила тяжести такая уже получается вниз, как бы, да, всё. Это незначительно, но вот всё равно, недаром при пиво нефритах, так называемых, ну, знает, в общем, народ об этом, да, рекомендует лежать. Не потому, что там вот что-то, а именно для улучшения кровообращения в почках. Для того, чтобы защитить почки, нужно стараться вести здоровый образ жизни. Ещё раз подчеркну, диета с ограничением соли, безусловно, нормализация артериального давления, избегать потребления веществ, которые могут оказать токсическое воздействие на почки, например, суррогатов, алкоголя, ну, и жить, жить, жить полноценной жизнью. Субтитры подогнал «Симон»